Потребность в любви И это то, чего людям во всем мире, и в России в том числе, и в Анапе, и в Москве, где угодно, не достает И вот мой внутренний камертон, это всегда ощущение необходимости дать человеку любви Ее много не бывает У меня есть определение интеллигентный человек Что такое интеллигентный человек? Это не образование Это не наличие знаний, не багаж интеллектуальный Интеллигентность – это доброта Это человек, который приемлет любое проявление любого человека абсолютно доброжелательно Он не приемлет только одного – агрессивного, преднамеренного, осознанного хамства Понимаешь? Неприемлет, интеллигент Поэтому, когда я вижу интеллигентных людей, которые критикуют вот так вот желчно Он уже не интеллигентный для меня человек, понимаешь? Так вот, белорусы в основном для меня интеллигентные люди Ты понимаешь? Я не встречал какого-то отсутствия толеранта Это не потому, что я тебе это говорю Или не потому, что я говорю людям, которые меня сейчас смотрят в Беларуси Я говорю это, потому что это так Александр Рапопорт Актер с удивительно интересной и трудной судьбой Он родился 1 апреля 1947 года в Болгарии Ему не было и месяца, когда его отца-офицера перевели служить в Ленинград С детства Александр видел себя только на сцене По его словам, он просто грезил театром и кино Посещал театральный кружок Любил быть в центре внимания Проявлял задатки лидера На всех школьных вечерах развлекал одноклассников пения Родители Александра не воспринимали актерскую профессию серьезно И по их настоянию он стал студентом Пермского медицинского института Во время учебы пел в музыкальном ансамбле Играл в любительском театре Профессии врача никакого интереса не испытывал Но когда на четвертом курсе началась специализация по психиатрии Александр преобразился и стал учиться очень старательно На кафедру психиатрии взошел человек Виктор Степанович Гуськов, завкафедра Внешне похожий на артиста Андрея Попова В роли Яга, знаешь Просто и он начал говорить Не глядя на нас Олигофрения Олигосмала Фрэнс Я подумал Вау Это абсолютно актерская история Я уже все равно на четвертом курсе Ну глупо, понимаешь Я решил, я буду только психиатром И я стал психиатром И теперь По прошествии многих лет Когда я стал сниматься И стал играть в театре Я подумал Папа с мамой Спасибо Потому что Огромное количество энергии И актерских усилий Мне не требуется затрачивать Потому что мне просто надо вспомнить Как это было Я понимаю мотивацию героя Я понимаю поведенческий Поведенческую правду, неправду Вот тебе камера Просил камеру, камеру Вот камера Так пошел По-русски научишься разговаривать Тогда будем говорить Ты представляешь это ощущение? Ну допустим В Средней Азии Или в Прибалтике Или в Европе Во Франции Там я не знаю Ну где угодно Ты будешь в категории Вы Тебе будут говорить О вы такие ребята И вот я жил в России Я хоть родился в Болгарии Там 23 дня прожил Но я же детство прожил в России Я же был россиянином Как Ельцин когда-то предлагал Ведь американец Это же не национальность Это же принадлежность стране Америки Там же никто не спрашивает Кто ты по национальности Короче говоря Я был в состоянии Я болел за нашу команду Я был пионером Я был советским человеком И все время был вы И даже Меня Я лично на себе Вот на себе Антисемитизма не испытывал Потому что меня с детства Папа приучил Бить сразу в морду Понимаешь Сразу И у меня была репутация человека Я не был там супер сильным Но у меня была репутация человека С которым Ну его нафиг Понимаешь Он сумасшедший Мне никто не говорил этого Но я же видел это И мне говорили Санек Ты хороший парень Но вы вот такие Вот у вас как-то Вот это у вас Это вы Сережа Это очень некомфортно После медицинского вуза Александра распределили В районную больницу Но он добился перевода В знаменитую Московскую клинику Имени Кащенко Карьера складывалась удачно Но в 1980 году Молодого врача Арестовывают За конфликт с властями Осудили Александра По политической статье На 4 года Отсидев срок Он решает Нелегально покинуть Советский Союз И тайком Через несколько границ Вместе с младшим сыном Добрался до Барселоны Денег не было Даже на самое необходимое Зарабатывать приходилось Чем придется В том числе И пением на улице Закружится 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 Не тает А нам не жаль Ворожит 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 Не давая Забыть печаль И любовь Как струна Оборвется Не в силах Себя превозмочь Объединяет Участникам тренинга Тони Робинса В 92-м году В Нью-Йорке Я узнал Что оказывается Так и надо делать Когда есть сомнения Делать или не делать Надо делать Делать Смотреть что получится И если не получилось Или получилось плохо Менять подход И делать по-другому А если не делаешь То ты будешь все время Жалеть о том Что ты этого не сделал Потому что У меня бывали такие случаи Тоже когда я чего-то не делал И потом жалел Как политический беженец Александр Рапопорт Мог жить и работать В любой европейской стране Но он В 1990-м году Перебирается в США И первое время Работает шофером такси Затем снова садится За ученическую парту В Адельфайском университете Углубив свои знания По психиатрии Возвращается К врачебной деятельности Он и сегодня Продолжается вмещать Работу практикующего Врача Со съемками в кино В чем дело? Гуслов объявился Где? 17-й квадрат Отлично Может будем отправлять группу? Нет Нам туда идти нельзя Там патрули с собаками Достаточно, что мы лемки потеряли Пусть идут русские Мы должны уничтожить карту Вызывайте русских Почему я поехал в Америку? Потому что это единственная страна Где нет национальности Где нет мы-вы, понимаешь? I'm American Никто не скажет You are not American В Америке Сразу был сражен Ночная Барселона Уже ты далека Мирилл Стрип И Майкла Кейна Я очень интуитивный человек Учитывая то, что я 50 лет уже в профессии Врач-психотерапевт Мне не надо проводить с человеком Долгое время Два-три слова Я понимаю Что это за человек Я имею в виду не в том смысле Хороший он или плохой Потому что люди все хорошие Изначально Они же рождаются хорошие Но я понимаю С этим человеком сложно Легко Сколько времени надо Для того, чтобы установить контакт Через несколько лет В репертуаре Александра Появляется еще одна Популярная музыкальная композиция Михаила Танича Амадео Модельяне С этой песней и клипом Он стал лауреатом Первого российского музыкального конкурса Шансон года Героиня картин Модельяне Воплощение греха на земле С шеей длинной, как ветка в стакане Сотворенная под божиле Видно холодно этой милашке Сам-то мастер, небось он в плаще И у нас пробегают мурашки У кого они есть вообще? Амадео Модельяне Амадео Модельяне Разделитесь с ней бутылку пополам Но бутылки нет в запасе И дожди на Мон-Парнасе И она еще не знает Что позирует века Но бутылки нет в запасе И дожди на Мон-Парнасе И она еще не знает Что позирует века Когда говорят звезда Имеет в виду как раз узнаваемость Там востребованность Скажем Успешность профессиональная Ну и скажем Отношение человека к этому Сказать, что мне это не нравится Ну будет глупо Я же почему-то хотел этим заниматься С тех пор, как себя помню Сказать, что это для меня главное Нет, не главное Сказать, что это для меня Как раз узнаваемый тигер на мусе Да, сэр Я помню, когда первый раз я выступил на телевидении В Нью-Йорке это было Я выступил в качестве ведущего Собою придуманной программы И на следующий день После того, как она вышла Программа «Зеркало» была такая Которую я вел 9 лет Но когда первая вышла Я вышел на улицу И вот, знаешь, я иду По русскоязычному району Это было не на Брайтон На Кинс-Хайвэй И вот так, знаешь, вот так вот Ловлю взгляды, а взглядов нет Хотя у меня такое лицо Что даже когда меня никто не знал Все равно казалось, что меня где-то видели Это феномен на узнаваемом лице Есть такое понятие И вот я иду, 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 иду И никто меня не узнает Никто ко мне не подходит И никто даже вроде как не смотрит И вдруг одна женщина идет И вот так О, я так, знаешь Она говорит, ну А накануне в Испании, в Барселоне Скоропостижно При неизвестных обстоятельствах Скончался известный ведущий Русско-американского телевидения Иосиф Сац И она подходит ко мне и говорит Ну так от чего умер Сац? А я даже тогда не знал Вот на момент этого вопроса Я не знал Я говорю Я не знаю А он умер, я говорю Ну как, вы что? Я говорю Ну а почему вы меня спрашиваете? Она говорит Кого мне еще спрашивать? Я говорю Я не понял И она, глядя мне в глаза А я весь такой, знаешь Она глядя мне в глаза Говорит Ну вы же Александр Лахтман Она приняла меня за другого человека И у меня так сразу Александр всегда мечтал сниматься в большом кино Но его дебют состоялся только в 2000 году Ему на тот момент исполнилось 53 года За последние 20 лет Александр Рапопорт успел поучаствовать В съемках более 120 картин и телесериалов Согласитесь, хороший пример для тех Кто мечтает и верит в свою удачу О, знакомый А этот как тут? Кто вот этот? В машине перевернулся? Говорят, от каких-то бандюков убегал Что, не слышали? А другой, кстати Кстати, как раз может быть ваш Тоже в джипе разбился Смотреть будете? Мне живой нужен Живых, извините, не держим Когда я уже был известным телеведущим Радиоведущим, известным доктором Часто выступал, будучи приглашенным на другие программы Я понял, что вот эта вот потребность любви В признании, в одобрении, в реализации Она есть у каждого человека Огромное количество актеров В том числе известных и знаменитых Это отрицает Я считаю, это лукавство Это часть мотивации, по которой человек идет в профессию Зрители, которые просят у меня автографы Просят сфотографироваться Или обращаются с вопросами Это люди, которые дают мне энергию Я им обязан Я не могу от них отмахиваться Это я сейчас не пытаюсь быть святее Папы Римского, понимаешь? Но это правда Это люди, которые своим вниманием И проявлением интереса меня питают И я единственное, что могу к ним испытывать Это чувство глубочайшей благодарности Когда я еду вечером, из театра, например, со спектаклями Ну, уже достаточно поздно В метро немного народу И люди сидят уже веселые И вдруг они как-то фотографируют И находят по фотографии, кто ты Я говорю, это вы? Я вспоминаю Высоцкого И служили два товарища Удивительно глупый вопрос Это вы? Глупее может быть только ответ Да, это я И тем не менее, да, это я Он говорит, а что вы в метро делаете? Я говорю, а почему нет? Он говорит, ну как-то И вот некоторые говорят Как ты ездишь в метро? Как там можно ездить? Это все понты, Сережа Дешевые, понимаешь? И это все комплексы человеческие Александра Рапопорта Можно смело назвать мастером эпизода Но в киносказке «Нанолюбовь» Которая вышла на экраны в 2010 году У него яркая и ключевая роль олигарха Который мечтает создать девушку-робота То, что наш нано-робот Будет внедрен в высшие круги И читать мысли самого Знаете только вы и я Я надеюсь, мне не нужно объяснять Что не следует Говорить об этом вслух По поводу и без повода Встречаюсь со зрителями Первое, что я делаю Показывают мой ролик Демо-демо-ролик Который я делал, кстати, для голливудского сайта И там в основном Такие, знаешь У меня собака была Маленький щенок такой С хаски Я в основном хаски, понимаешь Волк такой Меня берут очень часто до сих пор Типажно Я никогда не забуду Как один человек Мне сказал Один режиссер Мне сказал Саша Ты мне человечину сюда не тащи Кстати, в Беларуси Мы снимали в Гродно Марго-Огненный крест Я играл советника Наполеона Живущего сегодня Такого Кощей Бессмертного Заходит режиссер Делает стоп Заходит и говорит Александр, вы на меня не обижаетесь У вас такое лицо, что играть ничего не надо Вы, говорит, разговариваете Приветливо Вы уже злые Потом выходит Заходит и говорит А ну-ка улыбнись Я улыбаюсь Он говорит Нет, так еще хуже Понимаешь? И третий Я прихожу к Володе На Хабцеву сниматься Меня послали на положительного героя На главного Положительного героя Я схожу Он говорит Саша А ты на кого пришел? Я говорю Я вот на это Он говорит Сань, мы снимаем фильм Про хороших людей Вот с этим клеймом Вот с этими шорами режиссерскими И продюсерскими Я живу всю свою актерскую жизнь В 2012 году Александр Рапопорт Сыграл еще одну интересную роль В сериале Чтец На протяжении 40 серий Частное детективное агентство Распутывает сложные Запутанные преступления От которых отказалась полиция Роль профессионального психолога Этого агентства Исполнил Александр Рапопорт Я за всю свою практику Еще не видел Такого Суперпатологического лжеца У него же просто Несколько слоев лжи С точки зрения профессии Было бы более чем полезно Поковыряться в этом деле Мне бы хотелось играть Казанову До сих пор Понимаешь Там может быть Калиостров Вот что-то такое В театре как раз Мне везет больше В современненький Я играю Сейчас в трех спектаклях И вот сейчас идет четвертый За то, чтобы не знать Миша Ефремов будет режиссером Не злодейские роли Но Конечно роль допустим Велена в зоне Вора в законе Которая держала тюрьму Она сделала меня узнаваемым На улице По всему миру Потому что Меня стали узнавать Там во всех уголках Мира просто Я иду по хитрову Понимаешь Идет девушка в форме British Airways На меня смотрят И говорят Вы Велен? Я говорю Да Она говорит Я сегодня ночью Вас по ящику видел По дворик-то еще Тебе по дворам ходить А ты пальцы гнешь Не люблю я Прости господи Жужжание это блатное Вот приходится Ты, Велен, конечно Уважаемый вор Но учить меня Да ладно Че обострять-то Дело твое, Таран Я тебе тюрьму передал Ну вот все теперь на тебе Отдыхай, Велен Я каждый раз играю кого-то Ну это в классике вообще По школе Оправдывать своего персонажа Он же так почему-то ведет себя Я играю европейцев достаточно часто Я играл уже немца Я играл датчанина Я играл шведа Я играл даже чеченца Я-то человек старой закваски А молодые нынешние Они тайные любят Они мыслят прямолинейно И действуют так же Не то, что мы С вашим хозяином Старые лисы Но мне пора А вы же даже чай не допили Дела Дела, дела Всего хорошего Аслан, проводи Подготовь своих людей Стрелка послезавтра Серьезно Не хочу рисковать Со своей единственной супругой Людмилой Александр Рапопорт Расписался в 18 лет Они счастливо прожили вместе Все эти годы Давно сыграли золотую свадьбу Два их сына Живут и работают в Америке И никак не связаны С актерской профессией Сегодня Александр Живет на две страны Но большую часть времени Проводит в России Съемки в кино И на телевидении Психологические тренинги Работа в театре Занимает практически все его время Ты знаешь Ты будешь смеяться Я потерял Шесть Я потерял шесть ролей В Голливуде Из-за того, что у меня не сошлось По театру современник По расписанию Знаешь, как Это смешно сказать Как в анекдоте Спилберг Я не могу, у меня елки Понимаешь А что я мог сделать Если у меня стоит спектакль В театре современника А театр современник Это мечта любого актера В мире А я туда попал с улицы Я иногда отказываюсь Когда я там, допустим, занят Я могу отказаться От роли очередного Криминального авторитета Очередного иностранца просто Очередного там Функционера КГБ ЦРУ Могу отказаться Но тогда Если роль неинтересная Тогда я говорю Дайте денег Если интересная роль Я могу подвинуться в деньгах Потому что я хочу сыграть В этом проекте Эту роль у этого режиссера С этими актерами У студентов я снимаюсь Вообще сплошь и рядом Бесплатно Я не играю сексуальных маньяков Ну и, пожалуй, все Педофилов, сексуальных маньяков Все Потому что Зритель Склонен переносить отношения К персонажу на актера Успех в жизни Происходит из правильно принятого решения Правильно принято решение происходит из опыта А опыт происходит из неправильно принятого решения Поэтому не надо бояться делать ошибки Надо как раз стремиться Все время что-то делать Делать ошибки И менять подход И приходить к успеху Ну и еще Один девиз очень важный По-английски это звучит так You have to make a vacation Out of your vocation Ну, чтобы рифм была По-русски это звучит так Ты должен сделать отпуск из своей работы И тогда вопрос хобби перестанет существовать Ты будешь всегда счастливы Субтитры подогнал «Симон»